Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я просто вижу тут бегемоты, вижу холлбрингера, и это все АУЕ, плюс Рапсодия, плюс Призонер. Блин, это просто конец. Вот один фактор того, что в силуэтку нечем цеплять, это во-первых. А во-вторых, то, что еще есть бегемот сверху, который может залить, если в силуэт войдут. Непонятно, чем еще в нее войдут. Ее надо убивать до линки, или ты ее не убиваешь? О, Камарда, Камарда. Камарда. Блин, я что-то слова не выговариваю. Тут, короче, команда... Чуть опять Камарда не скажет. Команда ПТТ поставила, кстати, курьера Бернарда. Нормальная тема такая. Да, молодец. ДНД. О, подключается холлбрингер. Наконец-то. Временем у легиона собачечка есть курьер. Бернард, да. Автуборна курица. Петушок. Петушок. Как ты отличил? Ну... Не знаю, типа под хвост не заглянешь так-то. А может, заглянешь? Нет, это так пурочка. У нее корзина для яиц, видишь, в руке. Для чьих? Для своих тиммейтов? Чтобы они складывали. Будет им то приносить, то уносить. Нормальный вопрос. Че там? Вот как зайдет, даже еще не прогрузился. Кто у них в команде туркменистанец? Не знаю, подозреваю. Это вопрос к загрузочному человеку. Кому еще там туркменистанец? Типа с интернетом, видимо, что-то может намекает. Какие-то там внутренние шутки какие-то. У каждого свои, так сказать, проблемы. Сам сказал, сам посмеялся. Да. Мари ведь сделали теперь, что у нее ульта дамажит, да? Всегда дамажит. Всегда дамажит, да? Ну да. Смертельный дамаж? А, нет, смертельного магического, да. Ну так-то силку, значит, есть чем цеплять, если она без иллюзий. Да нет, все равно на крапле потом идет. Продолжить-то чем? Манус сожгут. У нее ринка будет. Мидас раскастывает. Не стопроцентный раскаст. Белта залетит. Ну нет. Единственное, чем могут... Готовы, наконец-то. Силуэт, какой-то такие герои, вот как Марлаксус и Бегемота и Станы. По крайней мере, я вижу Бегемота в ее команде. Ну да, правильно. И Призгер тоже у нее в команде. И Хеллбрингер тоже у нее в команде. Ну, Мидас... Если силке не будет хватать реакции, ну, тогда ее будет Мидас сцеплять. Ну, соноска. Ну, я тоже... Тоже, наверное, мы не в том брейке, честно, не будет хватать реакции на проказ Мидас. Не, ну, если с ПК там залететь... Все равно не должен. Он же пока один скиллка стоит потом. Ну, второй максимально быстро, насколько я знаю, это кинул второй, и третий отлетел. Ну, очень медленно первый летит. Или третий тоже. Второй быстро летит. А вот первый там пока эти банки. Не, если с ПК залетает, то максимально быстро проказ, вроде как, это кинул второй сразу под него, в него залетел. И третьим отпрыгнул. То есть, и сразу в момент отпрыгивания ты моментально его встанешь. Там сразу срабатывает. Угу. Понятно. А потом уже первым на замедление, если убивать. В плане, отпрыгнул на безопасное, дал автоатаки по стану. Смадман, кстати, пошел отводить крипшей. Его никто не заметил. Интересно, что у него нету. Пол не заблочит. Посмотри, так... Хеллбрингер, саппорт на миде, призонеру. А, ну, а Рапсодия на топе. Ну... Сейчас увидим. Это что-то, типа, знаешь, как стан Тиромансера? Не, ну, против Видаса, в принципе, нормально, да. Тут так же, если у Хуканут и Эфир даст. О, Бегемот отрезал одного крипа. Ну, вот, как по мне, невыгодно отводить вот одного крипа вот так вот. Можно или половина, или всего. Можно продонайть просто. Нормально, и ничего в итоге не получится у Хардлайнера. Крипы как стояли. Смотри, Рапсодия, кстати, прогрела, как Мадмана, серьезно. Ну, до конца есть не за Мэдменом. Ну, да, чтобы мешать ему. Лочень тоже бесполезная, на самом деле. Почему-то не пошла. А тем временем Силка отвела, кстати, в кусты крипов. Но тут проблема в том, что, видишь, Мэдмен свел пачку, потому что тут за Легион, это очень просто. Тут не нужно никуда торопиться, как за Хеллборн. А Рапсодия не пошла дальше за ним. Да, могла бы сейчас, кстати, там помешать Мэдмену, но... Кого она, кстати, испугалась? Мидаса, который стоит против дабл-миды? Или Паразита, который... Там никому не надо бояться. В принципе, за любого героя ты должен найти до конца застать Федерн. Мешать ему, пытаться занять. Харасить. На боте, тем временем, Пегемота немножко въехали, так? Ну, у него ботинки. А хотя ДЛ-ка. Да и третий спелл. Какой... Ой, хорошо назад залетел, это ФБ за Траклидер. И ДЛ-ка делает ФБ, да. Ну, чё-то он сам себя, короче, поставил в неловкое положение. Хотя он, в принципе, мог прогресса тут бобрами, но... Столько бы капуста потратил. Там одно дерево всего надо съесть. Всего лишь одно? Да. А, да, вот это вот. Которое ярко выражено. Да. Голое. Ну, типа там под Тауэр потом можно уйти, да? Да, ты вверх уходишь и налево потом выходишь за Тауэром. Призонер на миде файкает хуки. Мадман, кстати, третий уровень уже получил с Рапсодией, в принципе. Он вот, если сейчас возьмет апгрежный щиток, Рапсодия ему уже делать ничего не будет. Ну, дамы же вообще легкого вносить. Он с ней просто тыкаться может. Бегемот забрал рефреш-руну, а наверху засполнилась руна инвиза. Мадману остается 150 копеек до бутылки. Даже меньше. Это три крипочка. И у него появится уже бутылка. Признер уже себе принес. Ну, это... Признер принес себе бутылку, ну, потому что у него... Фри-фарм просто у него... 12 крипов. Кстати, что-то мало. 7 денаев, 12 крипов. За... 3-й минуту подходит к концу. Попытался хугнуть Мидаса на меди-призонер. Ну да. Но у него ничего не получилось. Ну и вот поэтому надо было ставить хелпрингеров при... Ксилке. А Рапсу ставит на мид. Кстати, Мадман заходит и, возможно, сейчас... Четвертый уровень, блин, не даст бы подождать. Убьет. Летают, влетают в хелпрингера, раскаст и забрали. Убьет. 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 2-0. В пользу команды ПТТ. Покрепаем, в принципе, удар клизис 18 на 8. Усилайт 18 на 5. Ну, вровень, не даст. Ровно, да. Но удар клизис ГП, естественно, побольше подгущенных ФБ, за счет того, что да, у нее ФБ было. Там, так-то, 420 голды. Ну, 420, а там, всего лишь, 315. Делка фармит даже вторым спллом крипов. И это правильно. Нельзя жалеть ману, но не умудрилась добить баллиста. Это неправильно. Реген, кстати, засполнился на низу. Его заберет Призонер, да. И тут Паразит, в принципе, мог бы подойти забрать. У нее стоял тут вардик, но у команды Хеллборна тоже тут стоит вард. Большой семье не щелкает, как говорится. Странно, что вот Хоббрингер как бы не слотов, он не взял, поэтому Ботл, видимо, Призонера сказал, иди сам за ним. Да. Силка, кстати, стимбутсы себе купила, а не госты. На топе была попытка прохрасить, поэтому она такая. Как думаешь, кстати, что лучше, что профит не брать? На силку-то? Да, госты или стимы. Ну, когда ты комфортно стоишь, то я считаю, лучше госты брать. А я уже такой терпящий билд, ПТ ее, считай, ведет больше. Когда ты без линки едешь. Когда у тебя настолько напряг, что ты едешь ПТ, энергайзер, потом ПК сразу. Мэдман тут... Я так вижу. Ну, я не собираю вообще стимбутсы носилку, потому что мешают, реально отвлекают. В плане переключения, ну, на автомате у меня стоит. На видео взлетают чизонера, станок Моэра есть. Ну, он до этого промазал хуком, и у него маны. Открывается он регеном? Видос. Есть станок Мидаса. Да, а как ты так прокнула? Там 4 секунды после первого еще висел. Он же первый... Хорошо затайнил. Это, получается, один стан или два было? Один, один. Он дал просто первый скилл вначале, и у него не хватало маны. У него хватало маны только на третий. А третий он не мог дать сразу, потому что у него гиря была. Поэтому он ждал пропала гири, и он кинулся в третьем. Стрейдера появились на паразите. Кстати, смотри, за счет паразита... Ну, и, в принципе, не только за счет паразита. Ведут уже 2,5 экспы практически, и 2 тысячи голды. Ну, так, если постепенно они ведь будут набирать и набирать, тогда проблемки будут до команды Хеллборна. Да, тут. В плане просадки, потому что просаженный, допустим, призонер, просаженный Хеллбрингер. Там даже смысла ультимейтов не будет, пока у бегемота какого-то дайгера не появится. Опять въехали в призонера, рассказ от Нидоса, и Матман это под ДД нарезает и забирает призонера. Очередной фраг. Ой, еще и заберут, походу, Хеллбрингера. Мойра. Тут еще и паразит подошел. И это, походу, будет 5-0 в пользу команды ПТТ. Еще прилетел бегемот по таймингу. Слетают дайгеры Мойры. Дал Саленс паразит. Ой, как... Как отлично сейчас растаймили вообще бегемота. Ничего, он абсолютно не успел сделать. Попробовать еще забрать Мадмена, потому что у нее нет ботинка, а у призонера есть. Пытается что-то зацвукать, кидает фунт и забирает все-таки Мадмена. Надо было пораньше ему уходить. Посмотри, кстати, у нее бил. Видел, что он сейчас себе купил? Ой, Робса мискликнул, он прожал ульту. Нет, что он... Но он себе купил Робу, интеллект, за 450. Уже ее продал, купил ботинки. Наверное, рейдкликнуть хотел, чтобы не потерять голды, но не успел. А Делка пока у нас... Что? 420 гп, 50 крипов убила. Уже приобрела себе сустейнер. Не взяла, кстати, гасты, чтобы соло убивать бегемота. И, как по мне, это зря. Бегемот не уходит с лайна, поэтому... Без гастов она его никак не догонит. Признер вместе с Халбрингером забирают свой дриппл-хардкемп, предназначенный для фарма силуэтки. Но... Жесть, усилки. Бачок маны просто. 637 на седьмом уровне. С ман-минону топим. Можно было попробовать с оттупать. Ну, да, срочно. Если Брабсодит сразу контрвард поставил. А хотя тут, да, контрвард был. И эстакаты им третьего уровня. А ман-минон решил прохарасил Рапсодию. Рапсодия даже не заметил, по-моему, просто бежит на мид. А там на миде въезд с тем временем, да. Мидас хотел прыгнуть, но... Фейкнул просто. Догадались все-таки грифы поставить вардик на мид. И контрвардик. Поразить на боте в грибах сидел. Думал, наверное, придет бегемот. И мэдмон сари. Разобрал дабл стак-то в итоге. Еще один барриролл юзил. И всех крипов забрал. Я не понимаю смысла того, что паразит просто стоит на воде уже минуту. По-моему, если приходит бегемот, то в дельта в состоянии сама убить. Бегемот не подойдет, он просто фармит фиссурами. Делке, кстати, остается один братсворд. Да, но дельта в состоянии, мне кажется, сама в бегемота все равно подходит. Даже без гастов. Сустейнер, как-то. Должна хватать. У нее как раз три-два раскачка. Шестой уровень на бегемоте. Уже не так просто его будет забрать. И смотри, он не взял второй спелл. Даже на разок, чтобы как бы станлок держать. Ой, а тем временем въехали в признера. Еще и Рапсодию подцепил Мидас. Ульт от признера. Никого. Забрал только иллюзию, что это за ульт от Рапсодии непонятный какой-то. Холп Рингер. Надо забрать паразита. Китает паразита, да. А бегемот и бежит. Нужно вверх уходить в лес, садиться в крипа какого-то. Тут еще уже встречает Мэдмен. Ой, должен убежать. Не достанет уже Фессора и там Стрейдера тоже. Да, паразит еще сейчас сядет в крипа и может развернуться, в принципе. А хотя ему даже из леса-то можно не выходить. Инвиз заспоунился. Бегемот, интересно, попробуй его. Бегемот будет отрезать, нет? Ну, он по-любому его не заберет, потому что Мидас по-любому перепрыгнет через его Фессуру. Паразит, кстати, теперь стоит на миде. Уже это видит команда Хеллборна. Хорошо, провардели Мидок. Мидас прошел по варду. Хук! Выхукали, ну, как это вообще, ну. Очень легко, на самом деле. Не то, что легко, он просто видит, что в него кидает хук и все равно стоит на месте. Ну, реакция хоть какая-то должна, в принципе, быть у игрока. Но ее не оказалось. Бегемот, тем временем, стакает трипл анши. И, в принципе, ну, один он навряд ли заберет. Ну, один точно не заберет. Прийти помочь. Матбан, кстати, сейчас был на волоске от смерти. А силуэт на топе Тауэр забирает. Ну, у силки-то, кстати, посмотри. Остается 400 копеек и будет уже линка. И уже будет тяжело. Что-то здесь сделать. Ну, вот очень интересно. Силуэт 470 гп. При том, что... Ну, тут и так трипл, в принципе, стоит. Не, так это их же анши. Ну, они же не заблочены. Нет, не заблочены. Так а смысл от него? Не знаю. У них ближе нас нет ни сверху, нигде. У силки линка, но пока что она ей не летит, потому что на мид летят стрейдера и варды. Для Рапсодии. Чем еще контр-вард подобрать клевер? Ну, сейчас Делка догонит. За счет того, что у него клевер, вот, уже появился. Бернард. А, кстати, он по воздуху, по-моему, ходит, да? Смотри. О чем ты? Бернард, собака, курьер. Блин! А, да он здесь. Это же бывшие шапки, они поставили собаку на курьера. Кливер прилетел к Делке. Поразит пытался забрать курьера. Сейчас Делка догонит, по-любому. Ну, хотя у нее лес вообще зачищенный. Тут ничего, стоят. У нее нет ни стаков, ничего, а у силы. Да, даже леса нету. Даже одинарного лесочка. Сейчас проблема в том, что у силы есть топ, и она на него не выходит, а осталась в лесу. Как по мне, так слайна больше вынечеется. Так у нее еще и тавер стоит. Не, я имею ввиду про силуэт, натоши. Выхукал признер Мидаса, но Соло, его не решился почему-то забирать. Видимо, ну хотя, да, у него бы дамбль же, в принципе, не хватило. В арклиде на иншей, потому что трипл через всю карту пешком. Да. Рассказ от Мидаса. Все, надо оставить дел. В состоянии Соло забрать, да. А Мидас должен был бы получать фарм на миде. Все это время. 11 уровень, кстати, у Делки. Очень много легион тратят времени. А силка забирает вместе с Бегемотом, тоже трипл стак, но они забирают его вдвоем. Ну, потому что силуэтку Соло не заберет. Да. Очень просядится сильно. Да, да, да. Были бы какие-нибудь молнии, допустим, она бы забрала. Ой, Вард прям на грани текстур стоит, смотри. Залетел Мидас на мид, призонера, появляется иллюзия Мойры. Ультанул призонер. Сразу. Устанул холбрингер. Холбрингер, да. Мойра ультанула. И Делка подходит. Сейчас Делка ультанула. Да, должна тоже отдавать ульту. Ну, пролетай же. Силка залетела. Скорее всего, заберет Мойру, но промазала она этими лотосами. Мойру не достает. И силуэтку никого не отбивает. Мальфусом. Хотя я всего лишь Мидаса на призонера. А что Мальфусом никто не контролит? Какой Мальфус? Ты о чем? Делка вот залетела просто на руну, потратив третий спелк, забрала хосту. Паразит стоит в инвизном крипе на миде. И, кстати, стоит ревард на миде, если он пойдет, тогда его сейчас спалют. Но его навряд ли заберут. Угу. Ну и гриф отошли. У силки через 600 копеек, скорее всего, будет эта ПК, да? Ничего же она другого не будет покупать. А у призонера ПК уже есть. Но есть шансы на то, что она сейчас стартайзер. А Делка пока что забирает Т1, который ей не дадут поход забрать. Поцепил ее в призонер, дал гирьку, но промазал хуком. Блин, и Тауру еще не динай. Хеллбрингер прилетел. Хеллбрингер выходит. В последнюю минуту Легион все три Таура получил, и один лишь был заданаем. А Бисел приобрела, кстати, себе Делка. Ну пока наравне идут оба керрия обеих команд. Практически 500 ГПМ. Не знаю, чего еще Силки испугалась, могла бы прокрасить еще и Мэггмена. Но, скорее всего, она свапнулась. Сейчас зафармит вот этих вот байтхантеров, получит свой портал Кей. Да. Так и есть. И можно уже поактивнее пойти в какую-нибудь Делочку там, по-моему, на 5 месяц с бегемотом. Признер тем более есть. Пока ведь у Делки не появится какого-нибудь или геометра, или шаранки. Она абсолютно уязвима к Признеру. Ничем она не может... Ну вот если он навешивает на нее гирю, все, она просто не может ничего. Ну тут также можно рассмотреть из-за регион. То есть если Дарк Леди пойдет на силуэт, то от Сала сейчас у силуэтки тоже ничего нет. Да, у нее еще стимбутсы, на которых она по-любому не убежит от Делки. Да, то есть скорости просто не будет. Она в нем влетит, и там буквально за 5 ударов... Ну если у нее есть линка, минус второй спал, но у Делки все равно скорость бега поболее будет. Да. Мидрис купил себе ПК. Кстати, нашел он рунну Регена. Энши сейчас не статкнулись, походу. Мойера снял. Обидно, наверное, Хеллбрингера. Или Рапсодик кто там ставил. Силка. Сейчас прохарасит Мэдмена. Попадает она. Крапл. Ну и этом, все. Можно дальше идти, зачем она в лес ходит? Ну, есть иллюзия, да. Можно толкать постепенно Тауэр. Беспустой еще 30 секунд. А тут смотри, кстати, Бегемот, Бризнер и Рапсодия стоят. Возможно... Ой, успел повесить гирьку. Бегемот должен зайти. Ультанует тут как раз под крипов залетает Фессура. Это минус Делка. Ну, опасно. Очень опасно вот так вот. Влетел сейчас... Точнее, Бризнер. Но об этом я позже расскажу. Мойера ультанула. Кого она, Рапсодия, по-моему, зацепила. Ой, Силка. Хорошо продамаживает. Хук залетает. Умирает. Мидас. Еще, возможно, и заберут Мойеру. Но заспавнилась руна Хасты. И почему... Лол. Разбил. Ну, ладно. Бегемот перекрывает Мойеру. И, скорее всего, она тоже будет умирать. Это уже будет минус 3. Вот это выходит. Отлично сейчас. Как бы загангли Делку, забрали Мидаса, и еще и забрали Мойеру, саппорта. Сразу пауза. Походу, техническая... Техническо-тактическая у команды ПТТ, да? Не думать. Ну, так-то да. Они сейчас преимущество отдали конкретно. Которые набирали на протяжении 19 минут, можно сказать. Слили, получается, за 3 фрага. Делка явно была сейчас недовольна. Что у нее, во-первых, нет варда. Который, ну... В принципе, бежда, даже набудывание нигде нет. Ну, стоит в Миде вот один вард. И все. Ну, это такой в Миде. Это такой Мид, больше на топ. Да, а в остальном... Единственный вар. Переварживает абсолютно. Ну, может, потому что... Саппорт, ну... Один у команды ПТТ, но все равно как-то... У него сейчас 700 копеек на руках. 700 и 2 варда встаешь. Да. Ну, это дело такое. Видимо, пытался туда сюда бегать, гангать, про варды забывал. Кстати, после фрага на Дарк Леди там как раз 100 монет не хватало. Вегемот он до ПК. Как раз он приобрел ПК свой. И... У команды региона проблемы большие уже складываются. Три ПК у команды Хеллборна. Жуткая инициация. Все временем, Мэдмен наш Ранкинг Хэд себе потихоньку копит. Все, тут паузу смотрю, еще не отжали. Так на чем мастер наивис? Да, видимо, большие проблемы. На том, что Хеллборн сейчас уже надоминирует. И у них три ПК. Да, да. И они их реализовывают. Бегемот после этого тимфайта, по-моему, получил ПК. У него уже 700 капусты сверху. И вот 2000 монет не хватало, и они как раз Дарк Леди убили, и потом еще Мойру. Ну, он крипов забрал, забрал ДЛ-ку. Там отлично, еще все крипы стянулись, когда под Дарк Леди. И он на всю пачку взорвал. Ну, опасно, вот признер залетел. Он изначально дал ультимейта, потом Кирю. Уттилла, а потом только второй навес. Могла успеть на реакции улететь, но, походу, у команды ПТ-то вообще с реакцией, ну, небольшие проблемы. Может, встали, в принципе, после рабочего дня, сегодня же среда. Реакции маленькой не хватает, что Мидос мог уходить там, помнишь, когда Хук на Миде залетал? Да. Что ДЛ-ка теперь могла тоже улетать на третьем спеле. Но, что-то они не особо хотят, видимо, выиграть эту игру. Ну, или это один из критериев наборов команды был. Эх ты, Никита. Ну, ники у них же пошли уже одинаковые. Был Егор один 1900, сейчас еще и Артем у нас 1900. Поэтому, видимо, они хотят, чтобы у всех все одинаковое было. Мадман, вот интересно, во что он сразу выходит? Ни одного Энерджайзера нет в команде, он выходит на Шаранку или на Башер. Я думаю, Шаранку. Энерджайзер был бы попрофитней, как по мне. В плане того, что его ДЛ-ка ведь не собрала, и мог спить на команду лишний не бывает, как говорится. Тем более, сколько он там дает? 75 или 50, ну, при активации? 75 единиц эмэса на 6 секунд. Ну, как бы, или от Мальфаса там убежать, или догнать кого-нибудь. Важно ей там, по команду нужно. Да, в принципе, он мог купить Энерджайзер себя, а потом уже начинать на Шаранке. Да, и... Может, он подумал, что уже слишком поздно будет, если он купит Энерджайзер. Да нет, Энерджайзер, как по мне, на Свисайдера никогда не поздно. Это вот... Поздно в плане с Шаранкой будет, если он, как бы, не начнет сразу Шаранку собирать, то она отложится на минут 7. Ну, а там... Даже если у него будет Шаранка, то что? Вешают на него... Он сможет, я думаю, хотя бы Рапсодию убивать за Месси. Ну... Там... А так он даже Рапсодию... Через Шаранку юзается Мальфас. Через Шаранку идет стан от Бегемота. Через Шаранку идет все скиллы Призонера. Дэ... Ой, Силка будет его через Шаранку бить, ну... Ну, эти все силы будут потрачены на Мидаса вместе с Дарклейдом, в первую очередь. Иллюзия Мойера, там, всякое такое... Мэтмен еще может нарезать сапогу. Грязь сделать, да. Силка, вот как думаешь, все будет дальше? Геометр? Геометр, да, 100% скорее всего. Ну, а Дэлки... Мастхэв, вообще, по идее, геометр. Избежать, там, саленса, чтобы нажать слаб. Если, опять, на реакции не успел, там, что-нибудь нажать. Паразит, опять, почему-то в кустах стоит АФК. По-моему, это любимое занятие АФК-шить. Так, есть 2-300 на руках, усилки. Есть иллюзия. Первую пазлы на паразиты. Ну, не пойдешь ли она на базу? Восит времени. Ну, ладно, не суть. Паразиту пролетели пазлы, по-моему, первого уровня, насколько я знаю. Да, первые. Ну, как ты считаешь, 20-я минута пазлы первого уровня? Нормально? Да. Да. Я просто не знаю таймингов. Не, ну, к 20-й можно и 3-й собрать. По фарму хорошему. 270-й это все же небольшой гпм на паразиты. Но факт в том, что пазлы будут. Я думаю, выиграет 3-й, если он соберет, то 3-й всегда выиграет. Майбен подходит к паразиту, попытаются они, походу, прохарасить силуэтку. Ну, а силуэтка сейчас найдет, скорее всего, паразита. И попробует его сама забрать. Так, силка. Сразу. Иллюзия Мойры. Что-то запаниковал силуэт. Ну, на грабли же надо было уйти. А, хотя тут иллюзия у нее. Все сбежало на смерти. Сразу. Сейф-тп. Делает паразит, не успевает. Мойра должна была... Иллюзия пропала первого уровня. Ох, нормально так помучить. Топорик прилетел такой, да. Как будто признеров ножички играл и... Кинул такой ножичек в спину. Этот момент, когда Кэри покупает себе сам вард. Не надеюсь. Да, он уже на протяжении минут четырех. Я думаю, ему кто-то его дал сначала. Ну, зачем они забирают все, ну, Эншей, как бы, Делка их забирает одна за десять секунд максимум. Ей плюс Экспа нужна. Ну, как тебе сказать, Делке не особо Экспата нужна. Все равно уровень. В плане того, что... Экспата соло она набирает постоянно. Бегемот себе приобрел зеленку. Одиннадцатый уровень у нее есть. Манопул 600, в принципе. У нее хватает залететь, раскастоваться, отойти. И еще будет чилис. В принципе, на фиссуру ПК хватает. Так что, у нее все в порядке. Да, Бегемот уже все основное с этой игры, можно сказать, вынес. Ну, да. Потому что надо пока зеленкой, это идеально. В грибах, кстати, Бегемот подходит. А Делку, кстати, он, в принципе, с рассказа соло забирает. Если он... Еще... Мидасу можно купить зеленку. Ой, байтит на Делку, но, как по мне, это... Если, вот, допустим, убьют Делку, что они будут делать? Вард есть у Хеллборна, ты видишь? Да, да, да. Они видели все это. Их видели, кто заходил. Исари, теперь заход команды Хеллборна в грибах. Силуэтка. Что-то это было? Попыталась там застанеть кого-то. Сюда же никто не заходил. Они уже оттуда все вышли. Ой, вардик стоит. Снимает его Рапсодия сразу же. Свежий вард. И вообще никакого вижена у команды Легиона не осталось. А вот один вард остался. Низа есть, да, но заход в лес. Команда Хеллборна, в принципе, бегемот залетает на мид. Раскастовали Мадмена, отличный хук. И Мойр выхкал, и Мадмена. Но тут уже паразит. Хотя бы кого-то надо забрать. Забирают. Влетает Делка. Устанет поражать бегемот. Зеленка. А где, где, где остальная команда Хеллборна? Отличный дабл-кол. А там галда, бегемот. Че ты делаешь? Бальпаса, Хеллбрингера. Раскаст от Мидаса, но заберут все-таки Делку. Но вразмен. А как сил хулировал вообще? Проказ на Мидаса задуло. А Мидас застрял, по-моему, в кустах. Да. Он просто давал. А вот сейчас на крипов забайтить Хеллбрингера. Раскаст от Мидаса. А вот атакам не доставал. Ну нет, пока, в принципе, был паразит. После этого тимфайта приобрел себе пазлы. Второго уровня. Второго уровня, да, сразу. А постепенно признер выходит на шаранку. Паровозик тыр-тыр-тыр. Почему этот паровозик? Не знаю. В принципе, для легиона сейчас этот файт плюс. Это был размен, получается, 3 в 2. Умерла Мойра вместе с Дарк Леди против... силуэт Хеллбрингера и Бегемота. Ну да, троих забрали. Бегемот вообще какой-то бат-свап был. Ну, не бат-свап, а бат-пк. Просто Бделка бежит прямо, и к ней блинкается Бегемот. Типа, давай, брат, убивай меня. Я хочу к своим друзьям. Хочу к офисе налить сходить. Ну, небольшое затишье. Кстати, вот сколько? 11-9 по счету за 25 минут. В принципе, не такая уж активная игра. Но по графикам мы видим, что вообще практически ни у одной, ни у другой команды никакого преимущества нет. Ну, а 2 тысячи голды, 2 с половиной, 2 тысячи экспы, это, можно сказать, ничто. Ну да. Да, все-таки Мэтмен выходит на шарнку. Приобрел он себе Майти Блейд. И собралась команда Хеллборна вместе. Видимо, им не понравился проигранный тимфайт. И они решили пофайтить все впятером. Ну, да, если бы они бы изначально были впятером, они бы забрали. Ой, а ДЛ-ку-то не видно было, походу, да? Да, вроде не видно было. Там же дает, вижу, нормально. Радиус 80. 80 ружи там. Навряд ли там тестовало. В принципе, могут это 2. А могли бы вообще на Конгора под этим ДД зайти, и Силка бы его соло забрала. Трех крипов, кстати, пропустил. Да, это вообще, по-моему, невозможно. Геометр сейчас появится на Силуэтке. Должен. Должен. Силуэтка. А тем временем ДЛ-ка очередной. Триплстак забирает. Шранкингхэт на ней. На 10. Ни разу не использованный. Паразит. Через 200 копеек у него появятся. Третий пазлы. А ребята хотят забрать Силуэтку. И сразу. 3 ТП. Бегемот испытался, поражал зеленку. Все отступят, я думаю. Да, разбежались. Даже Рапсоди уже делает. Видели, как мой Равард поставил его в вражеский лес. Если это видели, то должны будут снять. Мидас, кстати, приобрелся гриб. Но вот у Мидаса на протяжении 6 минут появился только один итем. Это вот книжка на плюс 10 интеллекта. Это плохо, как по мне. Силуэтка забирает Тауэр. Кстати, очередной. А у Мойра это появилось ПК. Ой, залетел. Это вы иллюзию. Залетели в Альфас. По Паразиту. Как залетел Бегемот по-троим. Сразу забрали Паразита. Забирает еще и Мойру. Это уже минус 2. Ну, отличный. Ты видел сейчас, как отлично сыграла команда Гриф. Залетел Хеллбрингер. Кихнул свой оптимейт. И ребята сошлись маленько еще, отошли. И Бегемот туда влетает и взорвал. Еще бы крипов-то не хватало, но бы их соло, мне кажется, угли. Наверное, да, если бы пачка была. Делка приобрела себе фаербренд. Не оставила денег на байбэк. Но, в принципе, команда Хеллборна пока что не пойдет на ХГ. Признер приобрел себе шаранку. Ну, и почему бы не забрать Конгара? Ну, даже Силка сейчас может соло, в принципе, пойти и убить его. Заблинкаться туда. Вызвать иллюзию, вызвать геометр. И все. Очень агрессивный вард поставили. Кто? Легион, да? Хлорн, лес Легиона. Ну, так же, как и Легион, в принципе, да. Вот если они снимут этот вард в лесу у Легиона, то на нем, я думаю, можно даже фраги сделать некоторые. Силка вызвала иллюзию. И, в принципе, может она попробовать забрать паразита, заблинкалась. А, она просто смеет пушить. Заставила сместиться практически всю команду Легиона. Ну, и сняла Тауру 300 хп. ДД очередной лежит на руне. Секьюрит его холлбрингер. Мадман со шаранкой в хосте. Третий пазлы на паразите. Бойтстоун еще приобретает себе рапсодия. В принципе, влейте, если улет каким-то образом подставится, то Дарк Лири вместе с Мадманом, я думаю, будут... Не оставит ей шанс. Да, два шаранкина, если они вовремя нажмут, так что бегемот им не сможет сделать. Бегемот обойдется просто ждать вовремя шаранкина. Смотри, заходит команда Легиона. Сейчас могут встретиться, что бегемот... Найду сейчас силку. А бегемот тут... Спал с него гриб. Влетает бегемот в силку! Ой, в Делку точнее. Закрутил его спела Мойра. А это настоящая силуэта? Да, 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 да. У нее нет иллюзии. Делку скорее сейчас заберут, а она даже не стала поражать шаранку. И гонится за ней мучитель. Забрали еще кого? Кого-кого? Кого забрали? Пока что никого, кроме Делкин. Почему убежит команда? Хеллборных, что это за бред? Признер! ПК! Гиря! Жесть. Поч... Ой, еще прокаста успела отброситься. Ну и... Размен-то так-то... То есть силуэта, мне кажется, не доиграла. Надо посвапнуться. Ну да, это раскасты заведить его. Ну и успела. Бывает. Нажмана не стоит на последнем уровне. Так а че, у нее маны не было? Ну там паразит выжжет. Она и вначале не свапалась, и потом не свапалась. Ошибка. Я еле-еле прочитал это слово. Кстати, вышел, выходит, она на Бинг-Бум. Проблема в том, что Легион никак не смог засевить Дарк-Леди. Да, да, да. Вот сейчас на Мидасе... Боря даже дала сейв культу, но... Это абсолютно ничем не помогло. Надо ветра как-нибудь на Мидасе получать, собирать. Ой, заберут Холбрингера. Какая? Превосходный ульт от Рапсодии! Сразу летает Холбрингер, точнее с ультой. И забрали в ответ паразита. Холбрингера выживает за отступку. А все потому, что Мэтмен не пожалел шранку. Чтобы убить... Ну, Рапса молодец, сейчас заяведила пару тычек по Холбрингеру, которые фатальные могли для него быть. И Бегемот приобретает алхимиста. Но этот алхимист, чтобы контрить, просто паразита. Ну, как-то тоже бредово именно на Бегемота их покупать. Собрали бы, допустим, на кого-нибудь Призонера, да? Получается, Бегемот влетает в тимфайт, раскастовывает все. И ему надо найти еще в этом тимфайте паразита. Ну, бредово. Нет, там, в принципе, если деньги есть, почему нет? Ветра, кстати, появились на Мидосе. В принципе, у него видимо дальнейшее появится. Да, вот ветра на Мидосе очень важна. То есть спасать ДЛ-ку, если она не успевает шранку нажать, у нее попытается. Нет, там залетает Бегемот, там сразу. Да, это инстиннициация от Бегемота, которая там длится 5-6 секунд. Это очень жестко. Вот такой инициации контроля нет у команды Легиона вообще. Ой-ой-ой, а можно подцепить Мидоса? Раскастовали Хеллбрингера. Влетела еще и ДЛ-ка. Тут Призонер в инвизе. А, в принципе, можно пофайтить. Почему не файтит команда? В принципе, силка-то может блинкнуться. А, Призонер в инвизе сзади заходит? Да, в том-то и дело. В то время силуэт на Атопе просто пушит Т2. Так. Призонер. Заходит, кстати, команда Легиона на Конгора. Вот где же контрвард? Там спрол. Нельзя забирать без контрварда. Ну, силка-то, посмотри, уже Т3 пушит. Она ТП-шится. Да. ТП-шится на Т2, но она без иллюзии. Ну, а сейчас должен Призлип... Влетел Бегемот опять! Абсолютно ничего не сможет сделать ДЛ-ка. Забирают и Майдмана, да, и ДЛ-ку. Это уже минус 2. Ну, куда вы идете на Конгору? У вас ни Вижена, ни контрвардов. Просто влетел Бегемот, и все. Ну, вообще, на протяжении 3-4 тимфайтов, вот все, которые 5 на 5... О, еще и на Миде Паразитов нацепили. Это минус 3. И сейчас в ответку команда... Ну, они просто сейчас заберут Кангора, зайдут по Миду, да. Или заберут последний Т2 и зайдут по низу. Бульварк появляется на Призлипле. Но проблема в том, что... Ой, как хорошо раскастал Мидас! И забрал еще и токен! Людям Мойры... Успеет интересно сейвить Мойра? Какая грапля залетела на рандоме! Ничего не смогли сделать. Ну, моя, в принципе, как только появилась, могла взять, закрутить просто там место. Ну, ладно, хоть это, токен забрали. Да, я думаю, токен, это сейчас правильно. Так еще и Кангора забрал Мидас-то. Да, про кастом, по-моему, добил. Тут только пек остается до винпол. Просто он вот раз на Кангоре поставился и Мэдман, и Даркледи. Им просто нельзя стоять вместе. Нет, вообще на протяжении 4-х тимфайтов просто Бегемот влетает в Делку. Вот у него как ПК появилась, у него одна цель, это Делка. И это правильно. Тут регион, он бы никак не влетел туда, как бы, если бы у них были контр-варды, и они знали бы, что там есть. Делке как бы себя надо позиционировать так, чтобы или влетать под Шранкиным изначально в этот тимфайт, или стоять за кем-то, потому что так нельзя. Они так и будут проигрывать тимфайты, тупо из-за того, что они не видят, во-первых, этого Бегемота, а во-вторых, просто они не могут никого убить, потому что Делк уже мертвая, когда тимфайт, в принципе, продлился 5-10 секунд. Там Ветра уже почти не спасут, если их моментально... Да, да он кинул Мидо с Ветра, у Делки осталось 200 кп, ее просто с хука Призонера убило. Вот, какой вкусный стак тут собирает команда Хлборна. В принципе, 2 саппорта и Суисайдер. За 10 секунд забрали трипл стак. У Бегемота уже 3000 на руках. Делка иллюжия гоняет и Хардлайнера, и саппорта команды Легиона. Она может еще свапнуться и убить. Ну, вот сейчас вот. Ну, смотри, пайчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подставилась силка. Залетает Делка. Отлично. Южно-лана геометр, но... Ну, она типа... Короче, отдалась. Типа, маленько, да, подставилась. Ну, и смотри, преимущество 5000 по Галде, 7000 по XP. Делка приобрела контр-признер, получается, геометр. Но теперь ей нужен Savage Maze. Тут даже не в том дело, что она приобрела геометр контр-признер. Дело в том, что теперь еще больше урона будет в нее входить, если она будет прожимать этот геометр без шаранки от Бегемота. Бегемот, смотри. В любом случае, вначале из шаранка нужна геометр. Да, 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 да. У нее, кстати, шаранка, но я еще ни разу ее не юзнула, хотя она ее собрала минут 15 назад. Да, раньше, чем Мэдмон, по-моему, Мэдмон то один раз уже использовал. Хотя... Надо бы побольше было. Уже Teamfighter 4 было. Да. Они просто каждый раз... Делка просто не выживает. А можно идти дальше? 30 секунд нету силуэт. Можно. 20 секунд. И... Они не знают, что у нее нет байбека. Это 30 секунд. Ну почему не идти, ребята? 20 секунд еще. Это минус Т3 точно. Просто отступили. Ну, а тем временем команда Хеллборна разменивает, получается, бесплатный Т2. Последний, кстати, команда Легиона. Призонер иллюзию попытался засекьюрить Тауэр, но у нее ничего не получилось. Как думаешь, силка будет собирать БКБ? Потому что она сейчас, как бы, ну, почувствовала все сего. А у нее рассказ... Ну, рассказ-то Мэдмона. БКБ нету. Рассказ-то Мэдмона. Я думаю, точно, собирать. У нее, как бы, нет сейчас лотов. Вместо ТПшки покупать отрывала, но это слишком жадно, за счет того, что у нее уже геометр, у нее 0 стон. Мне кажется, если покупать БКБ, то только вместо 0 стон. В дальнейшем? В дальнейшем лечке. Ну, вообще, да. То есть, если она даже сейчас хочет, мне кажется, все равно вместо линьки. Дополнительно еще покупать, но... Ну, что и, в принципе, поэтому еще нужно купить. Ей? Ну, какой-нибудь Сэвэдж. Или Сэвэдж. Или Скади на жир, чтобы в плане раскастов ее не раскастовали. Если на демаж ей. Нет, ну, Скади, он как бы и плотности дает, и контроля нахуя. Ну, в смысле, много. Много. Не слышал? Кстати, кому-то носки летят. Кому это носки летят? Беги. А че нет носки? Наверное, силуэтки начальные, нет? А, это за 450, зачем? Стоит. Стоит. Ну, это, наверное, скид какого-то фаербрэнда, ну, по-моему. Силуэтки, кстати, за файф это иллюзия. Рассказ. Ну, раздамажили силкиную иллюзию, но... И за ней на 5 подвизия. 370 хп. И вот опять нет. Ой-ой-ой, дейлка залетает с третьим спела, влетает сразу в бегемот, во всех крипов, мальфах, и это минус дейл, но у нее будет байбек. Ну, это что за отдача, конечно, была. С третьим спелом прыгать. Она просто полетела до туда. Когда только что тут иллюзия прыгала. Силки и давала скилл. Ну, теперь нужно каким-то образом Мойри начинать вместе с Мидасом. Бардик. Кстати, силка сама поставила. И паразит пытался сразу снять, но он не успел. Дейлка байбекнулась. И просто отойти. Правильно делают команды Хелборна, что отходит. Нет двух кор ультов. Ульты бегемота и ульты Хелбрингера. Кстати, на бегемоте уже практически есть рефреш. У него 4 800 на руках. 4 900. Легион настолько сильно просаживается своими отдачами. Да, да. Дейлка, по-моему, просто не умеет сзади держаться. Ну, она позиционирует себя неправильно. В плане того, что она только видела, что... Там ей был народ из команды Хелборна, и она все равно залетает на крипов. Мадман, поцепили признера. Мойра дала даггеры. Залетай, Дейлка. Прожимают... Шранку мог нажать. Мадман прожал шранку. А Дейлка не прожала. До сих пор на 10. Мадман, на самом деле, вот если они никого не видели на какой-то момент, тогда правильно, что прожал. Ну да. В плане того, что Дейлка ничего... Да не, у Бегемота еще когда ульты было. Там очень... А Силка опять пушит. Уже очередной Д3. А ребята зашли-то, кстати, на миде. Избили... Избили ТП, да еще убьет его. По-любому. Рассказ должен сейчас быть. Ой, хороший хир. Силка тем временем забирает уже бараки. Ой, заберет. Заберет ватлайн. О, Бегемот залетел опять. А у Бегемота шипсик. Он не стал себе брать рефрешер. В этот раз успела Дейлка. Опять не успела прожать шранкуль. Она вам ничего не зажала, да. О боже. Еще и Паразита должны забрать. Ой, Бегемот как себя прохарасил, но сразу ульт в Трапсодии. И еще и сторону потеряли. Я скажу, что это чисто играет ошибка Дейлки. Все, что идет, это Дарк Леди все подставляется. Травела появляется еще на Бегемоте. У, научите пацанам туда шранку нажимать. На 10, да. Может, да по-любому уже 6 минут в стриме прошло, как я уже это говорил. Я думаю, вот таким ребятам, которые не нажимают шранку, не собирайте ее. Я знаю, почему теперь многие не собирают ее. Просто они ее не нажимают. Просто купить что-то на жир, сердце себе собери. Или нулик. А куда Мэтмен? Ой, Признер не успел дать гирьку, хотя... Ну и второй лайн просто забрать, ребят. Вот, правильно. Дейлка жалеет байбек. 18 секунд у меня осталось. За это они потеряли второй лайн. А у Силки сейчас появится уже Савадж. Так, атака-такты забрали. Они, да, даже если б байбекнул, а Сим цеплять нечем. У Медаса кд прокаст, а Мойера тоже с Иллюзи и кд. Ну да, и Ветров там не было у Медаса. Минус два бэковых лайна. И у Силки сейчас будет Савадж. Ну неужели он есть? Просто сейвить на байбек. На всякий случай. Ну Мэтмен на топе сейчас только что, он просто отдастся. Он просто куда-то выбегает. Они аккуратно, ребята, почему-то действуют. Какие? Легионовские. Легионовские. Мэдмены, Дарклейди, они какие-то на ролях фармера сидят и заставляются. Играют в ролевые игры. Да. И проигрывают. Мэдмены, кстати, диффузы. Пока что первого уровня. Но вот на Мидасе есть 4000. Как по мне, ему нужен тут Хекс. Но... Поможет ли он? Может лучше Гримор? Ту же силку там вкладят. Да, и поцепили. Тут еще и паразит. Да тут практически вся команда Легиона. И заберут, походу, Хеллбрингера. Может он успеет хотя бы Бальфаса дать? Ой, хороший хук. Сразу Мадон прожал БКБ. Рапсодия, кстати, с Гемом. Ну и все, БКБ проюзал. Ой, пробегал. И, в принципе, можно на развороте. У Бегемота есть культа, у Бегемота есть шипсер. Да, да, да. Залетает опять Бегемот. Минус Мэдмен. Практически. Но Бегемот успел проражать зеленку. Делка, кстати, первый раз проражала свой Шранкенхэт. Вызвал Хеллбрингер Мальфаса. Забирают Рапсодию, кстати. Забирают Бризонера. Ой, они неплохо так-то пайтят команду регионов. Скорее всего заберут еще. И Бегемота, это уже минус три. Остается в живых Хеллбрингер. И силуэтка. Которая где вообще силуэтка? А, вон они, на конец. И спроси, там сколько демэджа входит в него. Ну, сутка тоже неплохо раздамаживает. А Делка, почему не дралась? А, там и силуэтши бетерфляй. Бесполезно. Опять Бегемот отлично начинает вырываться. Если бы сразу еще была поддержка от Хеллбрингера, так что в Даркниде опять не успел проражать свой Шранкенхэт. Ну, кстати, это третий Конгор. Или второй. Второй. Мэдмин, кстати, тоже выходит на севердж. Не секьюрит деньги на бэйбэк. И токен для силуэт. Который 5500 и 2 бэйбэка. Один. Силуэт 2. А, у силуэт. Просто у Делки тоже 5200. Ну, Делки, как по мне, надо брать Баттерфляй. Да нет, мне кажется, севердж. Нет, Баттерфляй. В плане пуша. Ну, какого пуша? Ну, иллюзий подпустят. И скорость атаки даст. Ну, там уже помимо силуэтки есть кому бить. Кому? Бегемот. Призонер. Ну, это все магически, это все шранкин. Ну, я не знаю, я бы собрал Баттерфляй. Как по мне. Баттерфляй бесполезен за счет того, что там севердж. Есть севердж. Он подбусит Делку неплохо. Севердж хотя бы тебе будет... Ну, сейчас посмотрим, что она себе возьмет, если она вообще что-нибудь все возьмет. Ну, сейчас можно точно брать. Да. Она одна, если байбекнется, она ничего не сделает. Панель пропал. Вот, сейчас есть... Не, ну, если она опять не прожмет шранкин, в принципе... Харкон. В плане законтролились Бегемота? Ну, в принципе... Даже не знаю. Нормально, нормально. Усилки-то нет этого. О, я сбили нулик. А можно было, в принципе, улететь. И забрать ее. Но за спиной там стоит. Бегемот. Нормально так к Мэтмену прилетело. По башне. Ой-ой-ой, Делочка вошла, забрала Хеллбрингера. Ее кайтит. Просто кайтит. Буэра, отлично. А зайти? Зайти Делке-то. Залетает Бегемот. Ну, это минус Дел. И, походу, это минус игра. Мэтмен пытается раздамажить. Почти он забрал Бегемота. Ну, тут умирает еще и Мойра. Это уже минус 4. Остается в живых один паразит, который пытается убежать. Ну, и ему не оставляют шансов. Выбивает хотя бы он токен. Ух! Попадает. И это минус 5. Это киноцелл. Трипл килл, да. Ну, вообще, есть байбэк только у Мойра и у Мигаса. Позные байбэки. Байбэк. Байбэк есть. Но ничего, ни в чем не поможет. Хеллбригер вызывает Мальфас, умирает Мойра. Мидас пытается уйти, у него это получается. Ну, и это мегагрипы для команды Гриф. Тут можно консиджать. Да. Ребята с команды ПТТ прожимают консид. Криты приобретают ей силуэтка. Ну, очень дамажная. Где она, кстати, очень? Место на льстона. 400 атаки с руки. Ой. Ой-ой-ой-ой. И отдается просто силуэт. Нет, успел ослабиться. На 140 топ. Ветрами за своей встречами ДАС. От последнего дара умер. Думаешь, убила бы его или же? Да, там столько у него было. А почему команда туда не проживает консидж? В конце гейминг. Ой-ой-ой, отличный Сестер Кинг. Исполни Хелбрингер. И все же, проживает. В конце моби еще был шанс, но почему-то Даркеди залетела в Рапсодию, да, по-моему? Или в Хелбрингера она вырезала? В Хелбрингер. Хелбрингер. А, ей нужно было, скорее всего, бегемота, если она видит, ждать. Пять. Да. Или хотя бы, чтобы ее команда смогла поддержать. Иначе она одного влетела и убила, и что дальше? Да. И ничего. Там бегемот слишком много в игре сделал. Очень много. Да, бегемот каждый замес просто вылетает. По-моему, просто 9 из 10 в Даркледии и Мэтменов двоих влетал. А это уже многое решает. И потом еще успевал шиптик давать по Даркледии. Ну и одетая, получается, у них тоже в Легионе была только Делка. И я только она могла что-то противопоставить команде Хелборна. Но ее постоянно не было в тимфайте, и поэтому команда Грифа одержала победу в этой игре. Ну, сделаем небольшую паузу и продолжим. Я не знаю, кто еще у нас играет в следующей игре. Но не прощаемся.